Добрый вечер. В эфире программа PS-INFORM. События, люди, мнения, актуальные темы, которые мы готовы обсудить вместе с вами. Телефон прямого эфира 639-717. Кстати, темой одной из прямых эфиров недавно звучала так. Дружба народов. На программу мы получили много отзывов и предложений, одно из которых о единении народов рассказали, о том, что многие годы объединяло народы, то есть о знаменитом комсомольском движении, тоже нужно обязательно поговорить. Предложено-сделано и сегодня тема эфира «Комсомол. Молодежь. Россия». Тем более, что уже началась подготовка к столетию в ЛКСМ. Об этом и не только. Будем сегодня говорить с гостями PS-INFORM. Итак, «Комсомол». Под знаменами Коммунистического союза молодежи до распада СССР учились, трудились и служили десятки миллионов советских людей. Не случайно в ЛКСМ внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая общественно-политическая организация в мире. Вместе с архангелогородцами о комсомоле сегодня вспоминала и моя коллега Елена Матвеева. День рождения Комсомола – праздник для тех, кто носил комсомольский значок, кто трудился на ударных комсомольских стройках, возводил целые города. Это день – праздник для тех, чья юность была яркой и насыщенной событиями. Комсомольцы – это очень славная организация была когда-то. Я думаю, они не только дело пионеров продлевали, но и все-таки какой-то одной идеологии, идеи были. Это помогало людям понимать друг друга. Комсомолу скоро сто, но в воспоминаниях многих из нас он молод и дерзок, удачилев, успешен и умен. Иначе как объяснить тот факт, что спустя столько лет о комсомольцах помнят? Они занимались строительством, развитием жизни, воплощением новых идей. Металлолом собирали, макулатуру, выезжали там, сажали деревья. Комсомол воевал на фронтах Великой Отечественной, осваивал целинные земли и космос. Это в том числе и комсомольцам мы обязаны тому, что... Чувство гордости за Родину было. Только потеряв комсомол, мы поняли, как нам его не хватает, как обеднела без него жизнь наших детей. А молодежи всегда нужна какая-то организация, просто она не может быть предоставлена сама себе, потому что у нее еще нет жизненного опыта, она не знает куда, как, что делать. И все же комсомол жив. К его опыту обращаются, ему стараются подражать. И не исключено, что еще настанет то время, когда у молодежи появится своя организация, искренняя в своих убеждениях и плодотворная в своих делах. Комсомол жив, к его опыту обращаются, и это действительно так. А чем ценен комсомольский опыт сегодня и зажжет ли столетия в ЛКСМ сердца современной молодежи? Об этом поговорим с председателем Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи, воспитанники комсомола «Мое Отечество» Светланой Коваль. Светлана Александровна, приветствую вас. Здравствуйте. Светлана Александровна, история всегда начинается с какого-то первого события. Вот говорю словами одной из ваших статей. А для вас комсомол с какого события начался? Ну, если говорить, с какого события он начинается, начался для меня, ну, наверное, как и для многих, в свое время с вступления в комсомол. Ну, а для того, чтобы вступить, нужно было тогда знать страницы истории комсомола, знать, за что комсомол был награжден, каким образом он построен. То есть история начиналась с первого шага приобщения к этой, действительно, самой массовой общественной организации. Первые моменты жизни в статусе комсомольца помните? Чем они запомнились? Какие события происходили? Ну, поскольку моя комсомольская юность начиналась в 50-е годы, это были послевоенные годы, для большинства в то время она начиналась в школе. Поэтому это были школьные комсомольские годы. И это особая страница истории комсомола сегодня, когда я уже достаточно профессионально занимаюсь историей комсомола. Есть статьи, есть очерки по этому поводу, причастна к той организации, о которой, я думаю, мы сегодня еще обязательно поговорим. Поэтому эта история, которая находит отражение в архивных материалах, это история встреч с людьми, это история очень сложная, очень трудная, тем более той организации, которой уже в этом году 25 лет как не существует формально. Вы как раз упомянули об организации, которую возглавляете, являетесь председателем. А чем она сегодня поможет ветеранам комсомола, чем поможет молодежи, какова ее основная миссия? Прежде чем говорить о том, чем поможет эта организация, давайте немножечко скажем об этой организации, поскольку она появилась совсем недавно. Дело в том, что когда в 1991 году произошел самороспуск комсомола, я подчеркиваю, что комсомол не был запрещен, в отличие от коммунистической партии. Но так случилось. Уже буквально через несколько лет, в 1998 году, те, кого потом будут называть ветеранами комсомола, но к тому времени многие действующие комсомольские работники, приняли решение собраться и отметить 80-ю годовщину комсомола. Эта встреча произошла в Москве. Фактически она затронула почти все регионы, страны. И вот каждые пять лет с 1998 года в Москве комсомол собирался на свои встречи. Последняя такая встреча, посвященная 95-летию комсомола, состоялась в 2013 году. И после этого появилась инициатива первых секторей ЦК комсомола Евгения Михайловича Тяжельникова, Бориса Николаевича Пастухова, Виктора Максимовича Мишина с предложением создать некое объединение. И вот прошлый год был годом создания в начале региональных отделений. И наше региональное отделение на своем общем собрании 23 января 2015 года было создано. А уже в августе организация получила лицензию Минюста России. Если говорить, чем она может помочь, чем она будет заниматься, давайте вслушаемся, как звучит. Правда, длинное название, но тем не менее. Длинное, да. Это общероссийская общественная организация. И дальше фактически выражена цель – содействие воспитанию молодежи. Это значит, что одна из главных целей этой организации – это передать тот опыт, великолепный опыт, который был у комсомола, не забывая и те уроки, и те какие-то сложности, какие-то просчеты, в чем-то даже трагедийные есть вещи молодому поколению. А само название, оно пишется в кавычки, звучит так – воспитанники комсомола-моё отечество. И в этом тоже есть глубинный смысл. Вот когда мы говорим «ветераны комсомола», ну, как бы вкладываем понятие, что это люди, которые долгое время были связаны с этой организацией. Они стали ветеранами, они прожили какую-то жизнь. Очень часто это те, кто были секретарями комсомольской организации, комсомольские активисты. А у кого-то был очень небольшой срок нахождения в комсомоле по разным причинам. У меня был очень интересный не так давно разговор с Николаем Павловичем Лавёровым, вице-президентом Российской академии наук, уроженцем Конышского района. И вот мы заговорили о том, что вот у нас грядет 95-летие нашего архангельского комсомола, и вот создана такая организация – воспитанники комсомола. И он вдруг говорит, слушай, а ведь это здорово, ведь я, оказывается, воспитанник комсомола. Я как-то ветераном комсомола себя не очень ощущаю. Я не был на большой комсомольской работе. Но то, что я еще в школе был комсомольцем, что потом сложилась вот таким образом моя жизнь, я стал академиком, ты знаешь, я действительно воспитанник комсомола. И вот это отношение, когда обсуждался устав, когда говорили о том, какой должна быть организация, это звучало. И мы продолжаем, мы не так много работаем в составе именно этой организации. То есть до формального создания мы тоже говорили о себе ветераны комсомола, собирались кто-то своими группами, были большие встречи в театре, в каких-то других местах. И вот на сегодня у нас, я могу сказать, что складывается такая организация. Мы привлекаем и ждем всех тех, кто себя в Архангельске соотносит с тем, что он воспитанник комсомола. Очень активно сегодня работает у нас в Котласе. Очень хорошая группа складывается в Приморском районе. Надеемся, что к столетию комсомола мы снова возродим комсомольские организации, уже воспитанник комсомола по всей области. Светлана Александровна, спасибо большое за интересную информацию. И звонок в прямой эфир у нас сейчас есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анастасия. Очень приятно, Анастасия, слушаем вас. Вот я слушаю, может быть, я только что подключилась к беседе вашей. Скажите, вот вы очень радужно говорите, да, про комсомол, очень все красиво. А как вы относитесь к тому, что вот раньше выгоняли из комсомола, и фактически ты лишался возможности найти работу, то есть становился определенным изгоем. Решало это определенное количество человек тоже со своим, собственно, субъективным мнением. Это тоже сейчас должно вернуться? Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, мы не утверждаем, что должно вернуться. Сегодня есть достаточно много молодежных организаций, которые объединяют и приглашают сегодняшнюю молодежь. Ну, а если употребить и повторить термин, который произнесла девушка, выгоняли из комсомола, наверное, не совсем корректно. Не выгоняли, а исключали. И это было требование устава, если человек нарушал устав. Ну, это любой организации, наверное. Ну, это была серьезная какая-то провинность. Ну, разные, конечно, и я полагаю, что исключали за серьезные провинности. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Ну, для того, чтобы утверждать, что было хорошо, что было плохо, я не утверждаю, что все там было хорошо, нужно знать историю комсомола. И в этом плане вот здесь у нас есть несколько книг. Ну, вот могу показать одну «Комсомол. Гордая юность». Это книга, которая вышла еще в 1982 году. И это материал об истории нашей архангельской комсомольской организации. И, к сожалению, дальше, в 80-е годы, которые привели потом к самороспуску комсомола, они не отражены сегодня в нашей истории. И поэтому как раз молодым сегодня можно заниматься архивами и разбираться, что есть и как. И еще на одну книгу обращу внимание. Это книга первого секретаря ЦК Комсомола, о котором я уже говорила, Евгений Михайлович Тяжельников. Они были первыми. Это о первых секретарях ЦК Комсомола на протяжении достаточно длительного времени. О тех, кто стоял у истоков. О их трагических судьбах. И мы сегодня, конечно, не будем иметь возможности подробно говорить об исторических страницах и трагических страницах комсомола. А это, в частности, те же 30-е годы. Но я думаю, что если наш цикл продолжится, будут подобные звонки, мы можем более подробно об этом говорить. И еще на одно обращу внимание, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Мы ведь не ставим задачу возрождения комсомола именно такой организации, как она была. Сегодня много молодежных организаций. И одна из наших задач – это содействовать всему тому хорошему, что сегодня может передать комсомол. А передать он может очень многое. Светлана Александровна, вы уже сказали, употребили термин «воспитанник комсомола», можно сказать, «ветеран комсомола». Но никогда нельзя сказать, что комсомолец бывший, бывших комсомольцев не бывает. По этому поводу и без люди встречаются, общаются, вспоминают. И несколько воспоминаний и мнений сейчас предлагаю нам с вами посмотреть в нашем сюжете. 29 октября для Людмилы Черняевой и теперь самая важная дата в году. В 1946-м, в 16 лет, она получила комсомольский билет. Тогда молодежь, как могла, восстанавливала разрушенную войной страну. Мы деревья садили, мы убирали дворы дальше, цветы садили. Помогали тем семьям, у которых не пришли с фронта или отцы, или братья. А сердце звало вперед тысячи молодых людей, которые каждый год пополняли ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Сегодня среди ветеранов ОЛКСМ бойцы студенческих стройотрядов, участники ударных комсомольских строек и ветераны Великой Отечественной. Этот памятный знак на улице Комсомольской появился в 2008-м, год 90-летия ВЛКСМ. Тогда под огромным валуном оставили капсулу с посланием будущим поколениям. Ее должны будут вскрыть в день столетия комсомола. Впрочем, те, у кого любовь, комсомол и весна по-прежнему в сердце, знают, что написано в том письме. Они сейчас без запинки перечислят главные принципы комсомола. Стать примером в труде, любить родину, быть патриотом. О том, что комсомол – это действительно состояние души, знает бывший секретарь Архангельского горкома комсомола Татьяна Ларина. Именно тогда проводились яркие, большие, такие настоящие дела. И поход на Мудюк, и слет дорогами отцов-героев, и то, что называлось комсомольскими молодежными коллективами на производстве. Это жизнь, это вот тот вектор, который определил всю мою дальнейшую деятельность. На митинге рядом с комсомольцами участники городской детской организации «Юность Архангельска». Сегодня юно объединяет 5000 школьников. Они наследники великих дел. Молодые ребята, вы живете сейчас в совершенно, конечно, другое время, в другой стране. Но вы должны четко запомнить, другой страны, другой родины у вас не будет никогда. Любите свою родину. Светлана Александровна, у нас вновь звонок в прямой эфир. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Валентина Карнаина. Я хочу вспомнить такой эпизод. Я родом из Вельска. И когда жила в Вельске, я была секретарем комсомола Вельского райисполкома. Но хочу вспомнить более раннее событие. Когда я еще училась в школе, присутствовала на линейке районной, когда в здании райкома комсомола зашивалась капсула с посланием потомков. Вот мне интересно, ее должны вскрыть в следующем году, в 17-м. Вот вельские ветераны комсомола что-нибудь по этому поводу делают или нет? Потому что я сейчас с ними не связана. Валентина, спасибо вам большое за вопрос. Звонок, Светлана Александровна? Ну, я думаю, что очень хороший вопрос. Значит, эта тема волнует комсомольцев разных районов. И я понимаю, что человек не живет сейчас в Вельском районе. К сожалению, сейчас сказать о том, как воспитанники комсомола в Вельском районе сегодня готовятся, я не могу. Я как раз призываю все районы откликнуться на это событие. А то, что грядущий год, 2017-й, связанный с Октябрьской революцией, конечно, там будут и встречи, и, опять же, воспоминания. И мы вспомним, как комсомол готовился к этому событию. Конечно, мы это сделаем. Поэтому спасибо за звонок и спасибо за такой вопрос. Ну, а продолжая, если вот говорить о делах комсомола, мы в сюжете уже слышали о многих делах, я хотела бы назвать буквально несколько. Во-первых, обратите, давайте вспомним, что прошлый год, это был год, связанный с 70-ти летием Победы. И, конечно, в этом был огромный вклад комсомола и в годы войны, и в послевоенный период, когда родилось в 1965 году такое движение, как всесоюзный поход по местам боевой славы советского народа. Потом он перерос, он стал не только боевой, но и революционной, и трудовой славой. Очень много было в этом плане сделано. И он сегодня продолжается молодыми поисковиками. Так вот, как раз хочу обратить внимание, что если о ратном подвиге, о знамени Победы, о героях-комсомольцах, о героях Великой Отечественной войны, о наших земляках, не вернувшихся с полей сражений, мы знаем достаточно хорошо, мы посчитали, что следует обратить внимание на трудовой вклад комсомольцев и молодежи, на трудовой вклад народа и в период Великой Отечественной войны, и в послевоенное строительство. И мы действительно в январе объявили эстафету трудовых комсомольских традиций. Что мы вкладываем в это понятие? Мы вкладываем, что это должна состояться передача, прежде всего, опять же, истории, знаний, встреч с людьми, которые были сопричастны к этому. И одним из ярчайших проявлений вот этих традиций были всесоюзные ударные комсомольские стройки. Одной из таких строек был Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, о котором я знаю, что сегодня будет гость, и обязательно об этом расскажет комбинат, который в прошлом году отметил свой юбилей. А почему вдруг в январе мы решили дать эстафету? А дело в том, что есть несколько дат. И, кстати, вот юбилеи, они нам помогают, может быть, лучше осмыслить какие-то страницы нашей истории. 85 лет назад, в 1931 году, комсомол был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 1931 год. За что? За ударничество, за начало своего трудового вклада в строительство первых пятилеток. Дальше уже будут пятилетки, будет развиваться стахановское движение, будут создаваться комсомольско-молодежные коллективы и так далее, и так далее. Но еще 1931 год – это выпуск первой продукции Соломбальского лесопеленодеревообрабатывающего комбината. Очень сложная, очень трудная на сегодняшний день тема. А в апреле 80-летия Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината. И вот эти комбинаты, они тоже были в 70-е годы всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Светлана Александровна, простите, прервоз, а вы рассказали о многих датах. А сегодня вот ваша организация, которая является председателем, она идет в школы Архангельска, в объединение и уже рассказывает об этом? Я могу сказать, что мы здесь работаем достаточно тесно с советом ветеранам городским, частично с областным. Совет ветеранов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Фактически там 90% это воспитанники комсомола. Поэтому вот и бассабляция говорит, что вот это сделала эта организация, это сделала другая организация. Я думаю, что мы здесь должны объединить усилия и координировать это. И все-таки позвольте, начиная с соломбальских комбинатов, я очень надеюсь, что эта эстафета придет в Северодвинск, который будет отмечать 80-летие того самого судостроя, с которого начиналась наша оборонная промышленность, сегодня, в общем-то, в рассвете. Это будет Коряжма, Котласский целлюлозно-бумажный комбинат имени 50-летия комсомола. И мы уже знаем, что сельские районы у нас тоже подключатся и будут говорить о своих трудовых делах. То есть вот такая эстафета. Светлана Александровна, ну и эстафета так или иначе придет к нам сюда, в Архангельск, уже, получается, в столетие. Будем надеяться, что она будет продолжаться до столетия. Ну и дальше, соответственно. Светлана Александровна, мы продолжим нашу беседу. Предлагаю сейчас прервать наш экскурс в комсомольское прошлое и отправиться в телевизионную экскурсию вместе с Юрием Барашковым. Рубрика «Страсти по Архангельску» далее в эфире. Сколько себя помню, я всегда проводил экскурсии по Архангельску. Постоянно и много. Об Архангельске можно рассказывать бесконечно. Здесь столько всего истории накопило. Здесь столько замечательных людей. Но, конечно, нужно быть начитанным этим городом, чтобы о нем рассказать. И еще, ну как-то к нему относиться, да? В моем случае трепетно, с любовью. И поэтому экскурсии у меня проходили легко и радостно. На этих экскурсиях я ознакомился с большим количеством интересных людей. Потом пришла идея. Раз уж столько всего я знаю и у меня потребность поделиться, то почему не издать какой-то путеводитель по Архангельскому? И мне очень повезло. Всегда начинается что-то с какой-то идеей. А тут я провожег экскурсию по городу, и одна женщина в автобусе сидит, она была москвичка, говорит, вы сказали Архангельск. А что-то есть, пожалуй, в этом названии. Я тоже никогда не задумался, что что-то есть. Архангельск и Архангельск. А правда, у нас такое название города, уникальное. Нигде такого нет. Архангель, Ангел, да? Сан-Франциско, там какие-то города есть американские, да? Где присутствуют святые. А у нас в нашем реестре название городов русских, вот с Библией, так сказать, с христианством связано, пожалуй, только Архангельск. И удивительно, что наше название сохранилось, несмотря на все пяти двадцатого века. Архангельск чудесное. И название пришло сам собой. Вы сказали Архангельск, вот такая книжка. Да, мы сказали Архангельск. И Архангельск вещь, чем гордиться, и в нем много всего захватывающего. Много всего. И тогда я издал эту книжку. Книга начинается с рассказа о том, что у нас есть Северная Двина. Что это наша главная улица. Потому что город обязан своим рождением, своим существованием в Северной Двине и то, что она попадает в Белое море. Я свою книгу насвещаю массой иллюстраций. И в частности, вот сейчас будет издание ее новое. Я поместил еще редчайшую гаванскую карту, на которой изображена Северная Двина от самого Белого моря и до Вологды. И на ней дотошно показаны все деревни. Названия деревень сохранились до сих пор. Так это до 1645 года. Можете себе представить. То есть до Ломоносова еще какие-то предприимчивые гаванцы прошли всю нашу Двину и следовали. Так вот, конечно, наша Двина это просто сказка. Это живая история. Живая. Хотя сегодня не ходят колесные пароходы. И вообще пароходы на Аммелева. Но мы когда-нибудь вернемся к Двине. Потому что это сокровище. Это нужно еще осознать и включить в сегодняшнюю экономическую жизнь. Потом я рассказываю об Архангельске. О названии. Откуда оно взялось. Оно пошло от монастыря Михаила Архангела. В этой книге говорится о том, вопреки нашим праздникам, которые мы проводим, День города. Нашему городу 620 лет, а не 400. Потому что отсчет города нужно вести от эмбриона, от зарождения. А город наш зародился в конце 14 века. Так значит нашему Архангельску сегодня 600 с чем-то лет. Так вот это и нужно годовщину отмечать и праздновать. Или место, где родился русский флаг. Это, конечно, Соломова. Это, конечно, Архангельск. И в этой книжке у меня сказано черным по белому. Все четко. Это наши бренды. Это наша гордость. И я оставил перед собой задачу, так сказать, это все зафиксировать. Помимо того, что выступаешь где-то, чтобы это было четко записано. И вот такого много всего. И я тут даже пускаюсь фантазии. Потому что я очень живу памятниками Архангельска. Я хочу, чтобы памятники были отражением архангельской истории. Не интернациональные, там улица Роза и Лексенбург, допустим, или памятник Ленину. А у нас своих-то героев огромное количество. Лейцингер, Макаров. Да та же Женечка Фрезер. Мы же конкурс провели у себя в университете на памятнике Евгении Фрезер. И победила одна студентка. Идея очень простая. Рама стоит оконная на двух ножках. На том месте, где когда-то родилась Евгения Фрезер. А на подоконнике этой рамы лежит кукла. Блестящая идея совершенно. Так в этой книжке я подаю, как будто этот памятник есть. Я фотомонтаж сделал. Вина и этот памятник. Это как битв из окна дома Евгении Фрезер. И вот такого... Да, конечно, на эта книжка попадала вам. И вот такого в этой книжке очень много всего. Такого редкого-редкого. И такого, что работает на чувство собственного достоинства архангелогородцев. Светлана Александровна, ну очень кстати о памятниках и памяти повел разговор Юрий Барашков. Вот есть сегодня проблема, попытка некой фальсификации истории ВЛКСМ и истории нашей страны. Вот как этого не допустить сегодня, ваше мнение? Ну, я могу быть солидарна с Юрием Анатольевичем, когда он говорит о необходимости сохранения этой исторической памяти. И очень хорошо, что мы обращаемся к истокам. Очень хорошо, что мы сегодня говорим, что даже уже, казалось бы, такая дата основания Архангельска 1584 год, указ Ивана Грозова 1583 года, сегодня предлагается, да, состарить наш город. И для этого, опять же, обращение к архивам и так далее. Я думаю, что чем дальше история, тем легче о ней вообще-то говорить. Сложнее, может быть, находить документы, но не так, может быть, болезненно какие-то вещи. А вот история 20 века, ведь фальсификация, к сожалению, не только страниц истории комсомола, а многих страниц жизни нашего советского государства. И, конечно, нужно, чтобы сегодня мы успели записать воспоминания, успели сохранить архивы, успели, может быть, отрешиться от эмоций, и очень хладнокровно и взвешенно попытаться прочитывать эти страницы. И поэтому я считаю, что те, кому есть что сказать, для кого комсомол был, как мы говорили, и школой жизни, и дал путевку в жизнь, и они высказывались, и те, кто в чем-то, может быть, и пострадал, ну вот как девушка задала вопрос, кого-то исключили из комсомола, почему что где-то, может быть, да, были сломаны какие-то судьбы. И, кстати, об этом есть наши воспоминания, и мы тоже об этом говорим. И тем не менее, тот отрезок времени, который остается до столетия комсомола, а это все-таки особая дата, я хочу обратить внимание еще на один такой реальный факт, ветераны комсомола Санкт-Петербурга, вот они посчитали, что с 1 февраля до 29 октября 1918 года остается тысячи дней. И вот фактически мы с вами будем проживать эти тысячи дней, но наполняя их какими-то событиями, какими-то рассказами. Поэтому надеюсь, что наша тема «Комсомол и молодежь России» продолжится. И будем наполнять эту эстафету новыми встречами здесь в студии. Светлана Александровна, я благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам. Прочитаю правильно, достаточно большую должность председателя регионального отделения Общероссийской организации содействия воспитанию молодежи, воспитанники комсомола «Мое отечество» Светлана. Коваль была у нас сегодня в гостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова